Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. Я рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я сегодня, честно, долго сомневалась, стоит ли снимать мукбанг или нет. И пришла к выводу, что стоит. Потому что сегодня у меня ужасное просто настроение. Я думала, стоит ли портить вам тоже настроение. Потом подумала, почему бы нет? А чуть-чуть и должна одна горевать? Нет, конечно. В общем, сегодня у нас красная рыбка, которую я показывала вам во влоге. Я, кстати, комментарии под этим влогом читала. И я поняла, в какую сторону дальше двигаться и какие мукбанги стоит снимать. В общем, это красная рыбка у нас, сыр Филадельфия. Здесь у нас рис. Я пыталась отварить так же, как и в роллах, но немножко не получилось на самом деле. Здесь у нас виноград. Я понимаю, что, возможно, для вас это сюда не сочетается. Но для меня прям самое то. Соевый соус, крабовые палочки, огурчик. И вот такой вот напиток, который я буду пробовать впервые. Это Full Ice Tea. Он очень холодный. Я не люблю, когда напитки холодные. Дальше в летнюю погоду у меня очень чувствительные зубы. Я один раз отбеливала зубки. И после этого у меня очень сильная чувствительность зубов к холодному и горячему. После этого, кстати, я не отбеливаю зубы. Это для меня стало своего рода урока. Итак, давайте начнем. Приятного аппетита вам тоже, если вы кушаете. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Так. Есть несколько вещей, почему у меня плохое настроение. Точнее, два. Две вещи. Одно из которых я вам не могу рассказать, потому что это слишком личное. А второе я вам расскажу. В общем, мы увидели с Амирой. Влог вы уже видели. Он уже на канале. Если вы его не посмотрели, обязательно посмотрите. Потому что очень интересный влог получился. Возвращаюсь и обратно. У меня места в гараже, к сожалению, нет. И мне приходится оставлять машину там, где есть место. Это не потому, что я не хочу платить за гараж. Просто в гараже нет места. Изначально здание построили неправильно. И в гараже действительно очень мало места. А машин просто с каждым нём всё больше и больше. В общем, я очень долго искала во дворе место, где можно остановить машину. В общем, в конце мне парковщик показал место очень сложное. Оттуда и выйти сложно, и заехать туда сложно. Но оно одно единственное осталось в 10 часов. Мне пришлось туда заехать. Я подумала, я как бы не такой профи. Мало ли, что поцарапаю. Лучше дам ключи парковщику, и он сам припаркует. Да ладно. Что вы думаете? Он ударил. Он ударил. Ударил, честно, не так сильно. Малюсенькая просто царапина появилась. Ну, понятное дело, это было моё решение дать машину парковщику. Это во-первых. Во-вторых, он не хотел, чтобы такое произошло. В-третьих, ущерб был не настолько, знаете, большой, чтобы что-то ему предъявлять. Я не стала расстраиваться. Думаю, ну, произошло и произошло. Кто застрахован там. С кем не бывает. На следующий день перейду-ка я на вилку. Палочками что-то мне неудобно. В общем, на следующий день мне нужно ехать по делам. Я спускаюсь вниз. И смотрю, что у меня на машине номер чей-то. Первая моя мысль, естественно, мне кажется, у многих девушек. Так, кто-то со мной хочет познакомиться. То ли я как-то краситься лучше стала на последнее время. Вот видите вы мне или нет. Но почему-то именно последнее время очень много людей хотят со мной познакомиться. Я такая сразу смяла номер в руке и хотела сесть за руль. И тут я обратила внимание на перед своей машины. Как вы думаете, что там? Меня поцарапали. Еще и спереди. Но сзади то, что сделал парковщик, это ерунда. То, что мне сделали спереди, это прямо бросается в глаза на самом деле. И тут я понимаю, почему там оставлен номер. Позвонила я по этому номеру. Усял молодой человек. И говорит, знаете, я поцарапал вашу машину. Я бы, по идее, мог бы просто уехать. И вы бы даже не узнали, что это сделал я. Там нету камер абсолютно. Просто я человек, у которого есть совесть. Я решил позвонить вам и извиниться. Я спрашиваю, я говорю, вы собираетесь как-то чинить это все дело? Говорит, а что там чинить? Там небольшая царапина. Так-то, говорит, в принципе, я могу это все дело организовать. Но, говорит, основная моя цель просто извиниться. Ну, так-то, говорит, я могу вам помочь. С таким, знаете, одолжением. Еще мне, знаете, что говорит? У вас там ерунда. Вы бы видели мою машину. В каком она состоянии? То есть, в этот момент я должна обрадоваться. Ура! У него машина еще хуже, чем у меня. Значит, все прошло успешно. Я просто не понимаю, зачем оставлять номер. Просто, чтобы извиниться. Возможно, это мелочь, но это, честно, мне испортило настроение. Но, в любом случае, я считаю, что мы должны быть более милосердны. Потому, что была ситуация, когда я только купила машину. И первый раз на ней поехала ее помыть. Ну, как поехала. Буквально 5 километров. Возвращаясь обратно. Я хотела ее припарковать. И вот в этот момент я как бы давала назад. Не обратила внимания. И чуть-чуть докоснулась соседней машины. Так как я человек безумно просто везучий. Хозяин этой машины это был белый ленд-крузер. Огромный. Он сразу вышел из машины. Начал мне помогать. Там тоже особо такого ущерба не было. Чуть-чуть прям. Совсем капельку. Я ему сказала, если хотите, я вам могу дать денег, чтобы вы это починили. Он сказал, не надо мне денег. Просто, пожалуйста, останавливайте машину далеко от меня. Где угодно. Только не рядом со мной. Вообще, говорит, я вам дам номер. Вы обязательно поставите на вашу машину камеру заднего вида. Я ему говорю, у меня есть. И вот с таким выражением лица. А почему вы не смотрите в эту камеру? То есть человек очень адекватно воспринял эту информацию. По идее, там ущерба-то особо не было на самом деле. Чуть-чуть. Но, опять же, никто казнить меня за это не стал. Поэтому нужно входить в положение. Но я заметила, после этого случая этот парень на белом ленд-крузере останавливает машину очень далеко от моего подъезда. У нас просто такой гараж. Туда не заезжают большие машины. Я не знаю, вообще, с каким умом этот гараж был построен. И кто этот архитектор. Ну, что это такое? Вообще, в дальнейшем, при покупке недвижимости обязательно нужно обращать внимание на количество мест. Вот была ситуация. Когда я покупала свою квартиру, я остановилась на одном из вариантов. это Лаура около украинского круга. Кто знает, кто живет поблизости, тот в курсе. В общем, выбрала я квартиру. Меня все устраивало. Единственное, этажность. Немножко низко было. Вот это мне не очень нравилось. А так, в общем, все было замечательно с квартирой. И вроде риэлтор тоже уже счастливый. Думаю, сейчас вот все уже... Вот и вот сейчас будет сделка. Я решила без риэлтора подойти к коменданту и спросить у него про этот подъезд. И он мне сказал, что какой-то обеспеченный человек купил там подземный паркинг и там хочет сделать склад. А куда денутся машины, которые должны там стоять? Вот это большой вопрос. Так что подземная парковка это очень-очень важно. Надо поговорить с комендантом нашим. Как только в гараже освободится местечко, я буду воевать за это место. Я буду драться. Вы знаете, с одной стороны, я думаю, как хорошо, что я не купила дорогую машину. Прикиньте, как обидно было бы, если бы у тебя, например, Мерседес твоей мечты или новая Kia Optima с нуля. И на ней появляются эти царапины. Хотя, когда я покупала свою машину, на ней не было ничего абсолютно чистая. Она была в идеальном состоянии. Ни одной точечке. Возможно, перед продажей ее просто хорошенько отполировали. Но в любом случае, когда я вижу, что моя девочка с каждым нём становится выглядеть все хуже и хуже, неприятно, бесит. после этого всего я сегодня, буквально сейчас спустилась вниз и припарковала машину в таком месте, чтобы никто до меня не дотронулся. Вот такая вот ситуация. Возможно, вам покажется, это мелочь. Маме тоже кажется, что это мелочь. Но вот такие мелочи, они портят мне настроение. и самое главное, убивают во мне мотивацию работать. Я сижу, грущу, там листаю тикток, туда-сюда. Надо вообще проще относиться. Но произошло и произошло. Что поделать? Это форель. Очень вкусно. Могу доесть, но эти два кусочка хочу оставить для своего сыночка, для твиксика. Он очень любит красную рыбку, он очень любит креветок и вообще морепродукты. Это вообще его слабость. Ещё он любит оливки. В общем, я знаю, что любит мой сын, поэтому оставим это ему. Обычно, когда я вам рассказываю о мукбанках о своих проблемах или просто без настроения сижу с кислой миной и снимаю для вас мукбанк, это многих раздражает. Но я считаю, что вы должны привыкать ко мне не только весёлые, позитивные, рассказывающие о своих успехах, но и также о неудачах. Наверняка у вас тоже бывают в жизни моменты, дни, когда вас что-то расстраивает, как-то вам плохо. Но это всё, понятное дело, временно. Поэтому всё-таки сегодня я решила снять для вас мукбанк, а вам огромное спасибо, что вы досмотрели его до конца. Я буду безумно счастлива, если вы поставите лайки и подпишитесь на мой канал. С вами была Айка. Пока!